Ты что, выигрываешь что-нибудь? Вон, в пятерке дают. 20% на шоколад молочный нац с вундуком. 180 грамм. Я не люблю нац. На вас не угодишь. Угодишь, угодишь. Сейчас намусорит тут. Да. А тебе убирать. Что это мне-то? 30 дней подписки Иве и фильмов в подарок. А у нас Иве и так есть. Подарим кому-нибудь. Активируйте по Куару или на Иве. Ой, нифига себе, ребят. Вы гляньте, сколько он набрал-то. Посмотрите, сколько он. Не набрал. Господи. Мужчина, обязательно по рукам надо бить. Ты учти, я ужин готовлю. Не набрал, а заработал. Да ты что? А на чем же ты заработал-то, а? Вот так вот. Потому что я недоступный. Меня пытаются... Недоступные зарабатывают меньше, чем доступные. На покупку подписки пакет с мусором плюс 500 баллов на карту X5. X5 пакет RU. X5 это же, по-моему, машина такая. BMW X5 это другое. X5 это пятерочка. А что такое X5 пакет RU? Это я не знаю. На сайте надо посмотреть. Наверное, что-то хорошее. Да. Наверное, BMW X5. Да. Я тоже так думаю. Складывает, складывает. Куркуль. Ну, набрал, а. Мне ни в одном магазине ни одну карту не дали. Зачем тебе карта? Ты так хорошо себя чувствуешь. А ты себя плохо чувствуешь? Хорошо. Вот два месяца подписки не поймут. На газету спорт. Два месяца подписки на кинотеатр Кеон. Ага, а потом хрен от них отпишешься. Плюс. А, в подарок по Пармакоду. Кеон у нас тоже есть. На том телевизоре. Вон-то есть. Ну, ты пойдешь в пятерку, обменяй потом карту. Скажи, у нас это есть. На мусорил-то, на мусорил-то. А это что? Как долго ты стираешь. Два месяца подписки опять на Кеон. Уже четыре месяца. Торговать будем. Угу. Кеон, Кеон. Два месяца подписки, два месяца подписки. Недорого. Недорого. Подходи. Налетай. Десять процентов. На набор конфет. Каркунов. Темный, молочный. Сто девяносто граммов. И десять процентов скидки. Девятнадцать рублей. Чего-то скидка какая-то. Почему девятнадцать-то? А сколько? Рубль девяносто? Еще лучше. Ты знаешь, сколько он стоит? Ну, ты сказал, сто девяносто два рубля. Грамма. А, грамма, пардон. Все. Каркунов ты не любишь. Каркунов я люблю. Я нац не люблю. Ну, вот тебе на Новый год, значит. Зачем ты мне так вручаешь? Так мне не надо вручать. Ты мне в пакет в красивый положи. Возьмешь себе каркунову со скидкой. Ага, на свои собственные деньги? Может, ты возьмешь для меня? По акции. Опять по акции. Все мне, все по акции. Подожди, я тебе тоже чем-то куплю. Трусы по акции. Купи мне трусы по акции. Одни разговоры. Не купишь. Конечно, нет. У тебя их столько там на полке? Редкие, кстати. Ха, 10 рублей. Почему редкие? Редкие какие-то 10 рублей. У меня курица горит. А ты мне тут редкие 10 рублей показываешь. Нет, это не тут надо смотреть. Сейчас мы с вами на свет пойдем. Так, вот. Смотрите. Потом приблизите. Севастополь. Теперь, ой, господи. Мимо монетки. Вот так. А мы редкие монетки собираем. Сейчас я их уберу. И пусть они хранятся. Я сам уберу. Господи. На. Маня потом озолотится. Лет через 500. Ну, а ты как хотел. Эта монета будет стоить рублей 50. Ага. Эта монета будет стоить рублей 50. Просто перевожу, что он говорит. А то не слышно. Курица тут жарится вовсю. Так. Курица тут жарится вовсю. Ой, какая красота. Ну, какая красота. Сейчас перевернем с вами. Куренка. Ножонки, ручонки. Так, поджаренный такой кусочек. Прям красотища. Красота это страшная сила. Так. И этот перевернем. Этот что-то не очень красивый. А эти уже красивые. Вот вылазь. Ну, вот так. Все. Пусть готовится дальше. Щи у нас кипля кипят. Борис любит красные щи. Вот такие. А я не очень. Сейчас я сюда еще зелень варю. Ой, какие я красивые щи себе наварила. Будешь щи кушать? Нет. Я ем только суточные щи. Ну, господи. И сутками, да, круглыми. Посуды на эти места нет. А зачем тебе? Впихнем. Что, что впихнем-то? Тарелку творил. Господи, да я и руками, по-моему, подумаю в тарелку. Женщина, а не посудомойка. И давно ты это понял? Только что. Ой, я не могу. Дай спокойно проговорить. Ой, господи. Да, я могу иногда вечером поесть щи. Тем более, когда свеже-свеже сварено. Или любой суп. Могу. Мне очень нравится. Спасибо тебе за майонез. Можно убирать. Молодые вот так не подадут. Это точно. За молодыми самой надо ухаживать. Это точно. Поэтому я тебя ценю и люблю. А мы старенькие. Нам что, жалко, что ли? Приятное женщине сделать, да? Правильно. Старенькие ухажеры всегда думают о женщине. А молоденькие больше о себе. Это верно. Старенькие ухажеры, я тебе потом расскажу, о чем думают. Ну, ты сейчас расскажи нам всем. Нам же интересно. Нет. Нет? Это стыдно? Или это показывать надо? Нет. Это государственная тайна. Понятно. Ну, да. Раз на государственном... Ой, господи. Аж не в то горло попало. Раз на государственном... Как письку давал. А не выезде. Господи. Как сказали, поесть даже спокойнее дает. А вы говорите, дядя Боря прикольный, дядя Боря прикольный. Дядя Боря прикольный. Да убить его мало. Ой, ну и вот так вот каждый день. А иногда, знаете, как хочется? Серьезности. Вот спокойствия. А здесь как на бочке с порохом живешь. Думаешь, вот ешь, сидишь, и думаешь, подавишься или нет. Подавишься и вообще там закребнешься. Да, Бобочка? Да, встанешь так утром, а мужа нет. А где же он? На валку ушел, я не знаю там как. Ты что, решил меня бросить? Так там на тебя, вон, вон там, вон, вон. Знаешь, сколько желающих? Никто не смотрит. Я же говорю, гулял, гулял, гулял. Нет, нет, вот там смотрят, там. Там это, по-русски посмотреть, как и я, на футбольчик. Знаешь, вот. А, понятно, для развлечения. Понятно. Господи, как же вкусно, а? Ой, вы все время мне говорите, не показывайте на ночь, не показывайте на ночь. Я сама на ночь ем. Ну, как можно не показывать, а? Ручки-то золотые. У пожилых, да. Ручки золотые, да. И ножки тоже. Ну, ножки уже так себе. Ножки, как у козырожки. Ой, все изо рта же вываливается. Ты кончай так шутить. Добрый вечер, страна. Добрый вечер, зарубежье. У нас уже вот так темно, несмотря на то, что у нас только начало четвертого. Ничего себе, такая темнотень. Я все-таки собралась в Фикс Прайс. Борис там заказы мне кое-какие сделал. Вот, хочу туда зайти, хочу зайти в Сатурн. Я все заморочилась своей стойкой. Я вас, наверное, ей уже достала, но все равно мне туда надо. Еще зайдем в Магнит. Борис тоже сделал заказ. Сходим, посмотрим, что там есть. Вот так, мои хорошие. Я говорю, надо же на улице, как темно. Прям кошмар. Вот, все, пойдемте, мои сладенькие, пойдемте на улицу. Посмотрим, холодно там, не холодно, ходить надо. Борис сегодня отказался ходить. Он сидит и загружает видео мне на платформу Дзен. Вот, на Ютубе как-то совсем бедненько стало. Вот, решили снимать на Дзен. Вот, но я никуда не ухожу. Спокойно, на Ютубе я останусь. Я Ютуб люблю. Мне эта платформа нравится. Я специально не стала снимать на телефон, потому что телефон высветляет. Заодно посмотрю, как вечер высветляет, камера или нет. Ну, сначала в Фикс Прайс, ну, а потом уже в Сатурн. Не скажу, что на улице холодно, но лужи замерзли. Так, нормально, по-зимнему. Зима, похоже, уже наступила. Сейчас я сниму очки, потому что они мне мешают. Вдаль я и так вижу хорошо. Надо как-то пытаться отучать себя от очков. Чтобы они просто не висели на носу. А то нос будет скоро загнут вниз. Он и так загнут вниз, как у бабки-юшки. Почему мы стали вставлять окна? Во-первых, дует. Во-вторых, подумали, что в квартире мамы с тетей мы ремонт сделаем. Но там никто не живет. Квартира будет нормальная, а у нас окна вот такие. Ремонт в маминой квартире начнем с ванной комнаты. Потому что там без воды заниматься делами, ни руки не помыть, ничего. Что тогда? А, щечки там еще надо установить на воду. Но это уже все после Нового года. Так что сначала ванная комната, а потом все остальное. Гриб. Сейчас в Москве ходит гриб. Смотрите, какую бирлянду увидела. За 249 рублей. Вот еще шишки. Ну вот это вот адекватная цена. Бирлянда 2 метра. Видите, какая красота. Причем шарики, наверное, такие, как Алла хотела, да? Интересно, а каким светом горит шишки? Шарики мне вот нравятся. 2 метра. Давайте попробуем. Так, сейчас я... Сейчас, ребята. Вот так возьму. Вот это заберем. А сумку я опять не сделала. Пойду-ка я за сумкой схожу. Я в фикс-прайсе брала полочки. Таких полочек здесь больше нет. Помните железные? Вот только есть вот это. Я не знаю, что это такое. Не знаю вообще, что это такое. Ну, всевозможные фигурки. Кстати, лопаты все разобрали. Лопат нету. Варежки. Смотрите, какая прелесть. Они такие мягенькие. Причем разные-разные. Вот есть голубенькие. С обезьянкой. Есть с медведем. И есть вот с белым медведем. Хорошенькие, правда? 249 рублей. Я вышла из фикс-прайса, сняла маску. Опять у меня правое ухо. Это какой-то ужас. У меня правое ухо маски вообще не выносит. Так, я, кажется, нашла решение проблемы. Вот. Ну, купила, да. Я приду, когда домой. Я вам сниму, что я купила в фикс-прайсе. Ну, конечно же, я еще взяла для себя вкусняшку. Чокопайч. Все, теперь в Сатурн. Помните, Борис говорил, заплутал. Вот здесь, ребята, он заплутал среди домов. Потому что здесь дома построены, знаете, как-то интересно. Прямых улиц нет. А они построены как-то на конус. Дорога туда сужается. Вот. Поэтому, когда идешь по одной улице, ты все больше и больше отдаляешься от той улицы, на которой мы живем. Это уже новогодние украшения. Магазина. Ой, магазина Сатурн. Отойду. А то подумают, что я покушаюсь на их машину. Ой, красота. Все, пойдемте. Долго я пробыла в магазине. Потом, видимо, начала вызывать подозрения. У продавцов ко мне подошел молодой человек и говорит, вам помочь чем-нибудь? А то, говорит, мы тут все заняты. Я говорю, я понимаю, что я вызываю подозрения, но я ищу, я никак не могу найти. Говорю, я неделю назад у вас купила. Говорю, тут 10 ламп, а они очень яркие. Теперь, говорю, мне нужно что-то такое, чтобы они не были очень яркими. Ходили по магазину, искали, искали. Ну, кое-что нашли, кое-что нашли. В Фикс Прайсе я тоже кое-что нашла. Тут уже пробовала демпферную ленту. На что ее клеить, толком не знаю. Продавцы тоже говорят, но если вы ее приклеите, от тепла она отойдет. В общем, ребята, это какой-то ужас, это какой-то кошмар-кошмар. Потом подошла к кассе. Там девушка-кассир. Народу никого не было в магазине. Я говорю, ну все архоманы, они все сумасшедшие. Она говорит, а у меня тоже есть орхидеи. Ну, вот мы с ней немножко разговорились. Она говорит, только, говорит, не цветут. Как вы считаете, их надо удобрять? Я говорю, конечно, надо. Она говорит, у меня уже давно, говорит, сидят. Я говорю, ну, конечно, надо. Ну, а как? Без этого никак. Без этого не обойтись. Сейчас иду в магазин Перекресток. Борис сделал заказ. И еще мне нужно кое-что здесь посмотреть. Гуляние называется, да? Погуляем, говорю. Я вам район покажу, показала. Хожу по своим делам. Она вас рукой махнула. А что, ребят, ужин есть. Все есть. Поэтому, ну, и ничего страшного. Все же нормально. Покушать есть, что дома. Могу заняться своими делами. Я рада, что у меня такой муж. Ну, ничего я такого не взяла. Я взяла укроп. Я взяла рябу. Ну, я взяла только то, что для дома. Вот. Я взяла укроп. Я взяла морскую соль. 75 рублей она стоит. Но она у нас, ребята, йодированная. Так, я взяла рябу. Что я еще взяла? И вот, что я еще взяла. Я так люблю бабаевский шоколад с помадно-сливочной начинкой. Я решила себя побаловать. Вот. А еще я взяла батарейки. Они мне нужны. Так, я все выкладывать не буду. Все, что остальное я купила, я вам покажу уже дома. Ну, то, что я из фикс прайса несу домой. Борис просил посмотреть, есть ли со скидкой таблетки для посудомоечной машины. А я не понимаю, они со скидкой или без скидки. Написано 33% скидки. А это много для такой маленькой коробочки? Или это мало? В общем, пусть сам идет. Хе-хе, да? Я вот такая хозяйка. Ой, вечер такой прекрасный, ребят. Прям красота. Вроде он и морозный, и в то же время он такой мягенький. Гуляй не хочу. Мне сегодня почему-то на всех светофорах приходится бегать. Я все время опаздываю. Вскакиваю в последний вагон. Но зато вот этот светофор у нас аж на 90. Просто, как это сказать, цифр. Все-таки странный мы народ женщины. Мне кажется, процентов 90 из нас не умеют просто ходить и гулять. Без цели нам даже сложно выйти из дома. Просто прогулка целью не является. Наверное, так у всех, кто очень долго в жизни заботился о своих родственниках и о других людях. Наверное, так. Потому что всегда не хватает времени. Мы всегда не успеваем. Мы всегда везде торопимся. Поэтому просто так выйти из дома для нас кажется, как это сказать, лоботрядство. Как это сказать, лоботрядство. Поэтому у нас обязательно должна быть на все причины, чтобы даже выйти из дома. Потому что всегда находятся дела. А просто так пройтись погулять, ну, можно, конечно, в компании с подругами. Вот. Ну, моя подруга живет одна далеко. Вторая подруга у меня ухаживает за мужем. Вот. Поэтому так вот пройтись погуляться здесь можно только с дочерью. Но дочь занята со своей дочерью. Но спасибо, она уделяет мне внимание. Вот. Я все равно очень этим довольна. Ну, я с чего начала? Не ради того, чтобы петь дифирамбы. Вот. А очень многие из нас просто так редко гуляют. Ну, наверное, так же, как и я. А если мы гуляем, то мы потом возвращаемся вот с такими сумками. Это надо, это надо, это надо, это надо. Это хотелки, это забота, это вкусняшки. Ну, я перечисляю то, что лежит в сумке. Хотелки не только мои, вкусняшки не только для меня. Вот. Вот как-то так. Все, я дошла до дома. Сейчас буду подниматься. Привет, привет. Крикун, ты что так получишься в последнее время? Я по тебе очень сильно. Ты такая хрустая. Только что поела. Что такое, так, сокращайте. Только что поела. Ничего не знаю, сокращать. Папа кормил. Вызвана компьютерная помощь, никак не могу войти на свой дзен. Компьютерную помощь заказывали? Ага. Так, кто собаку перегормил опять? Он. Меня дома не было. Друг на друга, вон. Да, он на меня показывает? Да. Я так и знала. Женечка. Заходи, справиться не можем с английским языком. Солнышко мое, девочка. Ты раз языки изучаешь, вот давай. Да, хорошо. Вот и я. Я видела ты в этом шарфе. Ну, как он тебе, эта нежность? Тепленький. Тепленький, да? Да, и плотный. Я люблю, когда у меня здесь много. Не тоненький, но... Ну да, да, жиденький такой, да? А так вот, что прям до носа. Чтобы можно было вот так взяться и идти в мороз. Ну ладно, пошли. Это красивая гирлянда, которую я купила в фикс-прайсе. Но она... Ой! Она от батареек. Посмотри, сколько иностранцев играет в Англию. Так что вот так. Красота. Ребенок напился чая пустого. Пустой кофе пила. Не чай, а пустой кофе. Кофе. Никто меня не угостил ничем, поэтому я кофе пила. Ну как вы думаете? Чокопай. Да, без сахара. Чокопай. Батончики. Эти, как они их? Бабаевские, со сливочной начинкой. Вкусик, я не... Ой, торт не взяла. Подожди, подожди. Не надо! Я не тебе, я Маруси. Не надо! Не надо мне говорить, не надо! Мам, пропадет. Ну я правда говорю, не надо. Что думаешь, я из вежливости? Это из вкус виллы. Не пропадет. Дима съест. Вот кто у нас сладкое-то ест, действительно. Так, прекращай. Маша с удовольствием медовик любит. Что, мне что ли? Все. Да. Да куда уж меня, у меня уже не лезет. Ну хорош, у меня тоже... А это что за чокопай торчит? А я сегодня два купила. Мама, ну мы не едим сладкое. Ну, все будет, все пропадет. Сразу говорю. У вас пропадет? Да. Не едят они. У вас Маша есть. У меня целая упаковка этого чокопая. Нельзя, Маша. Почему? Потому что ты говоришь так. Мам, я тебе просто говорю, забери. Правда. Серьезно. Спасибо большое. Ну вот как вы думаете? Не надо, потому что... Маша любит чеснок. Все, не возьму Милку тогда. Маша любит чеснок. Куда вы деньги? Вот это забирать? Да, и торт. Чокопай, Маша, оставь. Торт забери. Слава Богу. Ну че, купай-то хоть на ночь прям одну штучку. Раз, слям взял. Я вот это что за... В душу отвел. Это выбрасывать. И мусор не забудь забрать с собой. Давай. Ой, йогурт бездатый. Что такое? Что там у тебя? А, наушники. В шарф не забудь. Что там такое потерянность с тапочкой? С тапочкой? Ты потеря с тапочкой. Твоя любимая Алечка уходит, да? Уходит? Уходит. Иди целуй. Иди целуй, Аллочку. Аллочку, иди целуй. Не буду. Ну иди скорее. Не буду. Иди, иди поцелуй, иди поцелуй. Привет, Пупсик. Вот, иди скажи до свидания. Все, пока, мой хороший. Ты скоро ко мне в гости придешь. Да, Пупсик? Да, скоро придет. Говядину готовь. От страха обосрется, я знаю. Но придет. В чужом доме мы не обсираемся. Да? Да. Мы терпим до дома, потом дома... Да! Не успеешь дверь открыть, как летит на балкон. Правильно. Правильно. Все надо делать дома. Конечно, дом уж комфортный. Слушай, как тебе подходят ты куртки. А то на этой был расчет. У меня все всегда в расчете. Вот все рассчитывают и рассчитывают. Главное, чтобы расчет оказался верным. А то. Так, главное, себя не удавить. Не удави. Не удави. Так, красотища. Красота не очень. Насчет этого что-то вспоминаю. Что ты вспоминаешь? Папа срываешь? Да. Решил не говорить на всякий случай. Хе-хе-хе. Не палиться. Правильно. Все. Что упало? Так, естественно, что-то упало. Мое пальто упало. Решил не утруждать себя. Повесил на вешалку. Так, классно. Очень хорошо. Прям вообще. А ты без головы прям так ходишь? Меня, кажется, потеряли. Нет, я с головой ходила. Алло. Пустые? Да. Нафига тебе пустые банки, Дима? На полку от вас. Ну все, пошли. Дима, помидоры в томатном соусе передать? Или огурцы соленые, бочковые? Давай. Нет? Дима намотает головой, говорит, что нет. Они у нас уже в коридоре стоят. Вторым этажом с коробой встали. Господи, едоки. Спасибо. Ладно, я сейчас приду скоро. Дима, встречай. Сумку не забудьте, что купаем. Пустые. Пустые. На следующий год сажать не будем ничего. Только на поесть. Прекрасно. Только газон. И только на поесть. Косе работает. Два кустика огурцов. А что ты шепчешь-то? Ему жарко, видимо. Слушай, пока у тебя куртка клевая. Где взял? В шкафу. Хорошие варежки. И что? Нравится? Нормальные варежки? Телефон я не буду брать. Офигенные. Ой, офигенные, действительно. Что-то погода... Телефон я не буду брать, а то отнимут. Да, конечно. А где он у тебя лежит? Мало ли что, вдруг ты упадешь. Очень крутой. Пуховик? Так он крутой. Нет, правда классный. Да. Где взял? Это у нас ликвидировался... Как он? Ну вот, где всех пуховиков-то были. Ой, я сегодня в фикс-прайсе взяла таблетки для посудомойки. Боря, а где они? Что? Ну идите, идите. Я так и знала, вот пришла на пять минут к матери. Ты не фигай себе пять минут. Жан, пойдем. Мой господи, что за люди. Да заберу, заберу. Хоть что купай взяли. Идите уже. Ну, прошли. Оба. Идем. Нас выгоняют. Да. Что за люди, а? И ходят, и ходят. А ты что, варежки не носишь? Я ношу перчатки. Холодно в перчатках. Я не ты. Надо, чтобы пальчики были вместе. А меня вот так они вот, врозь. Я тоже так могу. Смотри, ну. Может я там... А у тебя куртка короткая, она у тебя попу не прикрывает. У меня там пуховик есть, который прикрывает меня. Так он дома, он не на тебе. А что ж ты варежки-то надела, оставила бы их дома? А что мне не холодно? Что не холодно? Пока не холодно. Да? А варежке руки мерзнут, да? Руки мерзнут. А, ну да, конечно. Попа тоже мерзнет, пока ты не в машине. А попу пока не придумали такие нахопные. Ага. Зато пальто удлиненное придумали. А, они у меня есть. Да, все. Осторожно. Ржут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова